МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вітаю всіх, хто знайшов час і дивиться передачу у колі домашніх турбот. Розпочинаємо ми її рубрикою «Умілець». Вірніше, ми продовжуємо тему розпочату в минулій передачі. І хто дивився її, той згадає, що ми показували і розказували, як власноруч можна створити картини, які схожі на чеканку з міді, але у виготовленні дуже-дуже прості, із простих матеріалів. І сьогодні ми хочемо продовжити цей майстер-клас, тому що саме таким способом можна зробити картини до будь-якої роботи. Дивимось! ТЕРА ТЕРА ТЕРА, що в перекладі означає «земля», так називається технологія виготовлення картин, які мало чим відрізняються від чеканок. Знадобиться лише шпаклівка, клей ПВА і вода. Суміш наносять на фанеру, а далі фантазують з підручними матеріалами, гудзиками, макаронами, мушлями. Тонують і готово! Рамки виготовлені за такою технологією прикрасять будь-яку роботу. Так, ви освоили изготовлення картин в техниці ТЕРА. Ви знаєте, що накладувати, яким образом красити. Але далі ми підходимо кідувати етапу виконання робот, який я считаю не мене важливий, чим изготовлення самої картини. І вважаю вас із свого опыта, що оформлення роботи такої іногда требує дуже большого внимання і становиться настоячою проблемою для того, щоб як-то оформити цю роботу. Я хочу вам с вами поделитися своїм опытом, як можна оформити роботи, виконані в техніці ТЕРА, з допомогою рам, які виконані теж в техніці ТЕРА. Для цього я хочу сначала вам показати варіант, коли ми не виконуємо рамы. Вот сделана робота на кухонній досці. Тут ми виконуємо фігурну форму цієї доски, на якій розполагаємо нашу композицію. В цьому випадку ви бачите, що края фігурні, і немає смыслу вставлять в раму чи оформлятися допомогою яким-то варіантом. Ісподивши кольця і шнур, ви можете таку роботу повесити такі. Але зразу вам напомню, що для того, щоб ці дырочки просверлити, в высушеній роботі чи зробити їх буде дуже складно. Тому, коли маса ще не остыла, ви можете просверлити дырочки или ножницами, или сверлом, що є під рукою, і сквозні дырочки для того, щоб потім, коли маса накладається, от такою палочкою, отверткою, іншим средством подручним, зробити дырочки для того, щоб ставити такі кольця. Це одне із видів оформлення цієї роботи. Далі ще возникають проблеми при заготовліні таких картин. У вас може основання покоробиться. Тобто може прийти вот таку выпуклую форму. Тут, як ви розумієте, вже вставити в раму таку роботу буде складно. Тому треба думати, як же оформити таку роботу, для того, щоб придати їй закончений вид. І я вам покажу варіанты, як можна це зробити. Предположим, деформування основу. Делаємо вот таку раму обикновеннюю. Под 45 градусів зарізаємо стороны. Склеємо клеем ПВА марки МБ. І потім покрываємо смесью, о которой розказувала вам Таня. А сверху эта смесь покрыта вермикулитом. Це удобрення для цветів, яке продається там, де і цветочні горшки. Там ви можете купити вот такий вермикулит для оформлення рамы. Також высыхає точно також. І тут інтересний вариант возникает. Работа, якщо вона випуклає, ви можете наложити її сверху. Этой раме. Тоді у вас приклеїться також на клей ПВА или на эту смесь. І тоді ви можете оставшийся варіант рамы заполнить як паспорту. Любими средствами, які сочетаються з данной картині. Я вам покажу варіант, коли картина не покрашена. В принципі, її можна оставити даже в такому варіанте. І вот ви, предположим, зробили дерево з'ємі. Каждає, бабуся, дедуся, внуки, мамы, папи, зробили сюди попуговички, зробили ствол. І вот у вас зробилось таке семейне дерево, в якому ви можете украсити свій дом, свої стіни, і у вас буде як оберег. І вставляється вот така работа, накладывається на раму, прикрепляється способом, як я вже сказала, либо на ПВА, либо на масу терра. І оставляється в такому варіанте, як картина. Следуючий варіант, предположим, ми хочемо зробити настоящу раму. Для того, щоб сэкономити час, я вам подготовила вот такий варіант деревянной рамы, де використовується три варіанта оформління. Прежде всього, треба сказати, які ж рамы покупати для того, щоб використовувати їх техника терра. Саме обикновенне, те, які називаються подрамники, і йдуть для изготовлення робот техники батик. Ви видіте, по цій стороні, здесь немножечко є така выпуклая частка, яка як раз буде служити границей для накладання маси, для того, щоб маса не стекала. Це дуже удобно для того, щоб изготовити таку раму. І вот я вам показую варіанты, як можна зробити таку раму. Іспользуються ракушки, тут используються макарроны, тут іспользуються пуговицы. Я прикладываю к той части рамы, де использується медьっぺуговицей. Вот вам, като буде смотряцца такая картина в сочетlingі з такой раме. Дальше посмотрим вариант, як буде смітлеюся с работою в сочетлении, там, де использується эффект бронзы. И в заключение хочу сказать, что настолько возможности этой техники широко распространяются по своей оригинальности оформления, что можно использовать такие рамы в технике Тера для других техник. Я вам хочу показать пример, как выглядит техника в художной обработке кожи с рамой, выполненной в технике Тера. Здесь маленький нюанс есть. Когда смешивалась масса основная, то там образовывались комочки. В этом случае комочки сознательно не разбиваются, они остаются. Добавляется краситель или акриловый, или для ткани, или гуашь. И получается вот такой интересный эффект. То есть комочки остаются, придавая фактуру поверхности рамы. Другой вариант использования рам в технике Тера – это для техники цвяховый нитяг. Когда нанеслась масса, кистью, вот этой основной, концом кисти широкой, вот таким вот образом идет набивание этой поверхности. Кистью набивается по всему периметру. И потом, когда подсыхает чуть-чуть, немножко нужно сгладить острые концы, потому что настолько твердая масса, что о них можно пораниться, об эти концы. Дальше точно так же покрывается черной краской аэрозольной, и сверху покрывается с эффектом подсеребро. В заключение хочу сказать, что если у вас идет ремонт, не отчаивайтесь. Весь процесс ремонта можно превратить, совмещая с искусством, в прекрасную игру, в прекрасный такой момент, когда вы можете детей приобщить к выполнению каких-то работ. Вы можете стену оформить таким образом, потренироваться. Вы можете детям дать поручение самим изготовить какую-то картину и оформить детскую. Для них это будет как игра. Это не техника, а игра, техника удовольствия. Продолжение следует... На самом деле, детские ревности для некоторых родителей становятся очень большой проблемой. Как правило, с этой ситуацией сталкиваются родители, у которых два или больше детей. С появлением на свет второго малыша, как правило, у большинства родителей возникают проблемы с налаживанием взаимоотношений. Старший ребенок начинает ревновать маму к младшему, и это в принципе нормально. Что же нам нужно сделать, нам, родителям, для того, чтобы облегчить этот процесс? Потому что он неизбежен. Пока ребенок был один в семье, все внимание, любовь, забота, вас, родителей, бабушек и дедушек, было всецело поглощено ним одним. И вдруг появляется еще один объект в семье у них, который орет, с которым мама носится целый день. Она уже не уделяет внимания мне, мне становится очень плохо, как ребенку. И я всячески хочу показать это маме. Как ребенок реагирует? Как можно понять, что это детская ревность? Во-первых, сразу портится поведение. То есть ребенок становится агрессивным. Он может ударить маму, он может грубо назвать, в зависимости, сколько лет ребенку. Он может причинить даже увечья своему маленькому братьку или сестричке. У него, как правило, разладятся отношения со сверстниками в садике. Когда вы приняли решение завести второго ребенка, вы автоматически нарекаете себя на определенный риск. Потому что, имея старшего ребенка, вы должны сделать все, чтобы подготовить его к появлению второго ребенка в вашей семье. Появляется на свет ваш второй ребенок. Понятно, что все внимание, забота, максимум вы уделяете ему. И вот эти первые шаги, вот когда вы забираете ребенка из роддома, привозите его домой. Вот знакомство, первый контакт. Это очень важно, это архиважно. Сразу надо старшему ребенку показать, что в доме появился живой человек. Это не игрушка, с ним нельзя играть. Он очень уязвим. Покажите его ножки, ручки, какие он маленькие. Под вашим присмотром пусть он потрогает его, погладит. Он должен понять, что это живой человек. Это очень важно. Следующая ситуация. Когда вы одна дома, у вас двое детей, ваш муж на работе. И я понимаю, что физически раздвоиться на двоих детей невозможно. Кроме того, вам нужно приготовить, кушать, убрать, постирать. То есть все то, что делает женщина каждый день. И в этой ситуации, когда вы одна на все, от вас требуется очень большая мудрость. Берите в союзники своего старшего ребенка, если, конечно, он достаточно взрослый, но старше трех лет. Попросите его о помощи, но не в приказном тоне. Пойди, принеси. Ты не видишь, он плачет. Иди, покачай коляску. Таким образом, вы сами провоцируете ребенка на конфликт между детьми. А в спокойном тоне, с сочувствием и сопереживанием. Сыночек, помоги, пожалуйста, я не успеваю, у меня здесь молоко. Пойди, пожалуйста, покачай колясочку, пока я тут успею. Я тебе делаю кушать. То есть то, что именно для него делается. Или пойди, пожалуйста, покачай колясочку, пусть заснет, а мы сядем с тобой порисуем. Ребенок при таком посыле всегда выполнит вашу просьбу. Ведь он старается даже не столько для вас, сколько для себя. Мама, освободившись, уделит ему внимание. То есть все зависит опять же от нас, от того, каким образом мы говорим с нашими детьми. Любая мелочь, вскользь брошенная фраза, неподумавши сказанная, женщина, находясь в состоянии ухода за двумя детьми, сама дома, у неё, конечно, нервы на пределе. И тот груз ответственности, который на неё, в общем-то, падает, её тоже можно понять. Но ведь вы приняли решение завести второго ребёнка. И вы взяли на себя эту ответственность. Поэтому будьте добры, уделяйте равное внимание и своему новорожденному ребёнку, и своему старшему ребёнку. Есть определённые сложности. Но в психологии есть дискуссия определённая. Когда же лучше заводить второго ребёнка? Сразу по годке, когда ребёнку три годика, пять, семь, а может быть, пятнадцать лет. Однозначного ответа нет. И в принципе, наверное, не может быть. Потому что каждая семья, устои, правила поведения в этой семье совершенно разные. И есть просто особенности поведения родителей, когда в семье разного возраста дети. Если у вас маленький ребёнок, очень маленький ребёнок, погодки, как называют ещё, я могу вам просто посочувствовать, потому что два маленьких ребёнка на руках — это очень сложно. Ваш годовалый ребёнок, полутора лет или даже двухлетний ребёнок требует от вас колоссального внимания. Это возраст, когда он как губка вас требует. А вы не можете уделить ему внимания. Вы не можете ему объяснить, почему вы всё время заняты младшим, братиками или сестричкой. Он не может, он не хочет вас слышать и понимать, потому что он такой, он маленький. Он ещё хочет вас. Легче ситуация, когда ребёнку три и старше. Там есть нюансы поведения, там может быть достаточно агрессивное поведение со стороны ребёнка. Но вы можете апеллировать к его разуму. В три года ребёнок спокойно владеет речью, он понимает вас, он может высказать своё негодование, нежелание даже. Или наоборот, радость и желание помочь вам. Поэтому коммуницируйте, общайтесь со своими детьми. Лучшая ситуация, когда ребёнок старше. Он становится просто вашим помощником. Примерно с пяти лет появление в семье второго ребёнка значительно легче. Скажем так, для вас, как для мамы. Потому что пяти-шестилетний ребёнок — это ребёнок, который может управлять, по крайней мере умеет управлять своим поведением. Он к этому возрасту умеет управлять своими желаниями, потребностями. И если, например, ваша старшая дочка хочет идти гулять, а вы не можете уделить внимание меньшему ребёнку, его там надо уложить спать, вы можете смело попросить её это сделать. Опять же, каким образом? Если это в приказном тоне, в ультимативном, в назидательном, ну кроме разрыва отношений с вами, вам ничего не грозит. Да, она останется, она успокоит вам ребёнка, она поиграет с ним. Но конфликт вы же собственными руками заложите изначально. И поэтому ревность к вам, она может перейти в фазу агрессивности по отношению к вам, потому что вы не позволяете идти гулять, вы не позволяете заниматься интересными делами. Дети в этом возрасте очень часто играют мелкими деталями. А с появлением, ну всякие складашки, конструкторы и прочее. А с появлением в семье маленького ребёнка вы должны оградить, ну во избежание безопасности. И в общем-то идёт такая, знаете, игра, манипуляция. Ты не играй сейчас этим, потому что вот там ползает, там меньше. Он может там проглотить, засунуть в рот, в нос и прочее. Ребёнка это, ну украинское самоубурие. Как же, вот он играет, он никому не мешает. Он спокойно, тихо сидит и даже тут ему не даёт играться. То есть только разговор, только объясняя ребёнку, что этим можно заниматься, например, только на столе, потому что нижние, там у нас ползают дети. Нельзя. Опять же объяснить ему, что этот братик или сестричка не понимает, что этого брать нельзя. Поэтому мы должны его просто забрать. Он ещё очень маленький, он даже не умеет об этом сказать. И тогда вот через разговор, через взаимоотношения со своими детьми, по крайней мере, появление второго ребёнка вы сможете сделать радостным для всей семьи. И в этих вот тогда ваш старший ребёнок будет вам союзником, а не противником, противостоянием, которое вызывает у вас абсолютный негативизм, потому что он вас не слушает, например. Бывает такая ситуация, когда ревность у детей появляется по отношению к своим родителям. Он один в семье, мама и папа. И мама и папа проявляют особые способы внимания друг к другу. И ребёнок в этом случае всячески хочет встрять между родителями, как бы разъединить их. Это тоже проявление детской ревности. В данном случае, ну, например, сын ревнует свою маму к отцу. Это тоже бывает, и с этим, в общем-то, надо жить. Ну, что я могу посоветовать в этом случае? Проявлять свои чувства друг к другу — это нормально, это естественно. И не скрывайте от своих детей свои тёплые отношения друг к другу. Если ваш ребёнок не может это принять или преодолеть каким-то образом, возьмите его в свои объятия. И, так сказать, укрепитесь вот втроём, что вы одна семья, вы разделяете эти чувства. Как правило, малышу нужно вот очень немного. Вот его чуть-чуть обняли, он понял, что его любят, его не отвергают, мама его не променяла на папу, всё нормально, и он пошёл дальше играть. То есть и вы не нарушили вот эту идею, вы укрепили только взаимоотношения в вашей семье. Бывают родители, которые очень ревностно, как-то глупо реагируют на эту ситуацию. Отойди, ты что не видишь, вот тут, да? Или косвенно навязывают ребёнку какие-то наши взрослые иллюзии по отношению к тому, почему ребёнок, в общем-то, вклинивается в ваши отношения. Это ненормально. То есть ребёнок каждый раз проверяет вас на верность. Любите вы его или нет, принимаете вы его или нет. И если он залез вам на руки и просит объятий, обнимите его. Даже если в это время у вас ещё двое детей сидит у вас на руках, ему будет там неудобно третьим, но вы его обнимите. Этим жестом вы покажете, что вы его тоже любите, вы его принимаете. И что бы ни случилось, вы его не отпустите. Ему будет неудобно сидеть у вас на коленках. Он посидит по 15-10 секунд и побежит играть. Но информацию он принял. Его тоже любят. Не только вот этих двоих любят, но и всех троих. У меня была в практике одна ситуация, когда две внучки не могли поделить любовь бабушке. Ну, нетипичная ситуация. Как правило, идёт борьба за родителей, а тут за бабушку. И родители не могли справиться с этим, потому что, когда две семьи, две дочки приезжали к маме, и вот две внучки сразу к бабушке, и это была, ну, просто братоубийственная война. Опять же, девочки, там достаточно агрессивное поведение. Они били друг друга, они били бабушку, они били своих мам. И не могли понять, что же происходит, почему вдруг всё было хорошо. А вот где-то в года 3-4 началось вот такое агрессивное поведение. И как только мы разложили по полочкам, что бабушке не надо дифференцировать. Приехали обе внучки, обеих посади на колени. То есть они ещё не настолько тяжёлые, чтобы их не выдержать сидя. Обеих обнять, обеих приласкать. Главное тут, ну, не выделить кого-то одного. Если вы купили шоколадки, то две абсолютно одинаковые. Или если вы купили какие-то там подарки, футболочки, какие-то куклы, две абсолютно одинаковые. Исключением может составить только если внучки, ну, дети, достаточно взрослые, и разница между ними, ну, значительная, ну, 5 и больше лет. Тогда старшая девочка, ну, в принципе, и такого поведения не будет. Она может в глубоком душе, ну, как бы ревновать. Но она не покажет этого, потому что она уже более взрослая. Но ни в коем случае нельзя обделить её вниманием. Потому что каждый из нас, даже из нас взрослых, все мы хотим внимания. Все мы хотим, чтобы нас любили. И дети в любом возрасте тоже хотят, чтобы их любили, понимали и принимали. Поэтому если у вас в семье есть разные дети, или даже они одни у вас, ну, как я говорю, насытьте любовью своих детей. И только в этом случае ваш ребёнок будет расти, ну, в здоровой, такой психологической атмосфере. Таким образом, он будет закалённый от всех жизненных неудач. Ну, как минимум, от многих из них. На этом наша передача заканчена. И я очень рада, что вам подобаются деякие из моих передач, и что вы отгукаете, вы дзвоните. Вы питаете адресу психолога. Это означает, что вы не байдужите до выхождения своих детей. И если у вас есть какие-то идеи, какие-то пропозиции, какие-то побажания, если вы даже сами хотите взять участие в нашей передаче, дзвоните за номером, который вы сейчас видите на телеэкране. Буду ждать. И нагадую, что передача «Уколи домашних турбот» иде щопонедилка о 10-й ранку та 21-й годині вечера. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»